Архитекторы из бюро в Утопия Лаб реконструировали бывшую православную церковь Святого Николая. По большому счету это такие деревни внутри большого мегаполиса. В Великобритании, так же как и в России, очень бестолковые кнопки. Пищу в этой теплице они будут заносить на полутораметровых досках. Здравствуйте, друзья! Продолжаю знакомить вас с новостями из области архитектуры, дизайна и путешествий. Спасибо большое, что смотрите наши выпуски. Спасибо, что оставляете комментарии. И спасибо, что ставите лайки. Не забывайте поставить лайки и к этому видео. Ну и, конечно, делитесь, пожалуйста, новостями со своими друзьями и знакомыми. Им тоже будет наверняка интересно. Недавно в Сиднее открылась общественно-культурная зона Дарлинг-Сквер, которая находится к югу от знаменитого района Дарлинг-Харбор, прежде всего посещаемого туристами. Эта зона была спроектирована студией Аспект, которая победила в конкурсе, объявленной в 2014 году, девелоперской компанией Ленд-Лиз на разработку и редевелопмент этой зоны. Проект включает в себя обширную пешеходную зону с бульваром шириной 20 метров и прилегающими улочками, а также площадью как центром притяжения. Район Дарлинг-Сквер стал воплощением новой городской типологии, объединив природу, архитектуру, искусство и развлечения. Стал домом для 4200 жителей и создал 2500 рабочих мест. Площадь включает в себя несколько объектов с разными функциями, но объединенными единой концепцией, где главная роль отводится так называемой биржей – семиэтажному мультифункциональному комплексу. Три этажа этого комплекса отведены под торговые площади и рестораны высокой кухни. На двух этажах размещается детский центр, организованный Австралийским банком Содружества, и еще два этажа занимает Сиднейская библиотека. Проект биржи разработан в бюро Кенга Кума & Associates. Здание круговой планировки не имеет центрального и заднего входа. Внизу единое открытое пространство, позволяющее максимально свободно перемещаться. Вдохновленной природой Сидней и окрестностей, мастер решил облечь фасад в органическую спираль из 20 километров древесины. Спираль биржи, как бы раскручиваясь, переходит в благоустроенный крытый променад, который отделяет площадь с деревянным настилом, задуманную для проведения ярмарок и мероприятий, от открытых зеленых зон, предназначенных для пикников и выгла собак. Ну, вообще, у меня, конечно, создалось впечатление, что мы по Сиднею не догуляли, а он явно конкурирует по благоустроенности и комфорту с Мельбурном, который на протяжении многих лет признается самым комфортным городом в мире. Ну и, конечно, здесь мне нравится фирменный прием архитектора Кенга Кума. Он обязательно использует дерево в отделке фасадов своих зданий. Мы с этим сталкивались несколько раз, например, когда были в Токио в районе Осакузо. А сейчас любимая новость редактора нашей рубрики. В Шанхае открыт храм в храме. Архитекторы из бюро в Утопия Лаб реконструировали бывшую православную церковь Святого Николая, построенную в 1932 году, и превратили ее в храм поэзии, магазин поэтической книги, выполненный в мистическом реализме. Десятилетие здания использовалось не по назначению. Офис, фабрика, склад, столовая, клуб, ресторан. Все эти трансформации практически скрыли его первоначальный образ. Наконец, церковь попала в список охраняемых объектов и долгие годы пустовала. Вместе с разрешением на реконструкцию от Шанхайского центра защиты исторических зданий в Утопия Лаб получили практически неуполнимую задачу — реализовать проект книжного магазина, сохранив исходный архитектурный образ и историческую внутреннюю отделку. Освободив от слоев краски и бетона и отреставрировав лепной декор и историческую роспись, архитекторы приняли решение построить независимую конструкцию, которая не будет крепиться к стенам здания. Основой проекта стал уникальный книжный стеллаж общей площадью 388 квадратных метров и высотой почти 10 метров. Самонесущая конструкция без задних стенок установлена с зазором 50 сантиметров от основных стен. Благодаря такой конструкции свет из купола проникает в магазин, что еще больше усиливает эпическое впечатление. Сооружение состоит из 128 5-мм стальных ребер, которым крепится в общей сложности 3561 стальная полка разного размера. Даже после предварительной сборки вне здания этот шедевр при фабрикации монтировали внутри здания в течение 80 дней усилиями 30 человек. Восточная и западная часть церкви были преобразованы в кафе. Его решено было оформить в теплой коричневой гамме, чтобы усилить ощущение уюта на контрасте с серебристой сталью магазина. Ну это действительно замечательный проект, и мне он правда очень нравится. И нравится он и своей эстетикой, и тем, что там используется префабрикация. Потому что, напомню, префабрикация это не только строительство домов, это префабрикация различных конструкций, которые позволяют существенно ускорить строительство, сделать его более экологически чистым и менее шумным. Ну а что касается книжных магазинов, то здорово, что они не закрываются, не пропадают и не уходят все в интернет, а наоборот открываются, появляются новые очень интересные проекты. И здесь я вспоминаю, конечно, один из своих любимых книжных магазинов, который находится в Порту. Он называется Лелло. Кстати, Джоан Роулинг, когда писала свою книгу про Гарри Фоттера, она там побывала, очень сильно вдохновилась эстетикой этого магазина, и решила, что Хогвартс отчасти будет выглядеть, в общем, похожим. Мы в этом магазине были, и там, кстати говоря, мы снимали самый первый тревел-влог на нашем канале. Он очень наивный, но если вам интересно, посмотрите, потому что магазин замечательный. В одном из офисных центров Пекина открылся необычный туалет. PP Garden. Изначально это был стандартный общественный санузел, который был разделен на женскую и мужскую зону. Не отличался особой гигиеной и эстетикой. Один из арендаторов решил изменить эту ситуацию и превратить туалет в некое публичное пространство в модных тенденциях открытости и социальной интеграции. В результате реконструкции туалет превратился в PP Garden, нейтральную в гендерном отношении зону с раковиной встроенную в отверстие в перегородке, которая ранее отделяла женскую половину от мужской. Таким образом, использовать умывальники можно с двух сторон. Чтобы еще больше оживить интерьер и атмосферу, стены перегородки приспособили к подкреплению домашних растений, которые приносят сотрудники офисов. Для дополнительного удобства в офисах сотрудников отображается информация о количестве пустых кабинах, что позволяет оценить перспективы посещения, не покидая рабочего места и избежать очередей. Тут надо сказать, что в Китае до сих пор с общественными туалетами все очень архаично, потому что даже в самом Пекине очень много отдельно стоящих зданий, общественных туалетов, которые пользуются до сих пор люди, которые живут вокруг в малоэтажных строениях. И таких районов малоэтажных там очень много. По большому счету, это такие деревни внутри большого мегаполиса. В этом проекте мне, конечно, все нравится. И подобные мы уже видели, в том числе и на нашем канале рассказывали о таких. Такой туалет нейтрально-гендерный есть в музее Amosrex в Хельсинки, да и в новой библиотеке Ууди тоже также организовано пространство туалетное. А здесь, конечно, особой критики заслуживают смесители, потому что, учитывая новую реальность, они должны быть, безусловно, в общественном туалете бесконтактными. И все-таки вместе руки под одним краном мы не стоим. Вместе со всеми мы продолжаем следить за последствиями пандемии COVID-19 и обращаем внимание на интересные идеи, которые позволят нам адаптироваться к новой реальности. Сегодня мы собрали несколько замечательных проектов, средств индивидуальной защиты. Например, Софио, надувная защитная маска для лица от Mars Studio, Alessio Cacciani Design и бюро Angeletti Ruzza, которое позволяет весело проводить время с друзьями в ресторанах и барах. Идея этого надувного щитка была разработана по просьбе рестораторов создать недорогое, но удобное средство защиты, которое они могли бы предлагать гостям при входе в ресторан. Изделие поставляется в компактной упаковке, состоит из защитного пластикового щитка и ярко-надувной рамы. Может быть оформлена в фирменном стиле заведения. Маска очень легкая, быстро собирается, создает защитный барьер на 180 градусов, который не мешает визуальному и слуховому контакту. Стоит такая маска всего 1 евро, после использования ее можно помыть и продолжать пользоваться. А вот легкий шлем X-HUD для медицинских учреждений от Креативного агентства из Сингапура в настоящее время находится еще на этапе оптимизации затрат, но оценить удобство будущего защитного капюшона можно уже сейчас. Конструкция легко преобразуется из 2D в 3D. Текстильная часть также работает в качестве фильтра. Интересно, что разработчики позаботились и о врачах со слабым зрением, добавив тканевые апертуры, которые не только улучшают слышимость в шлеме, но также позволяют поправлять дужки очков. Проектов подобных появляется действительно очень много, и они интересны и своим функционалом, и дизайном. Вот, например, была инициатива, где 41 швейцарских дизайнер представил свои проекты. Мне очень понравилась маска, совмещенная с солнцезащитными очками, а также маска, имитирующая мимику. Это довольно интересно. Классная маска с пневматическим открыванием, которая позволяет принимать пищу, не снимая этого. Средства индивидуальной защиты. Для людей, бережно относящихся к природе, безусловно, подойдет маска, сделанная из выращенной целлюлозы, либо маска, которая сделана из бывшей сумки Икеи, из той самой синей сумки, которая не так давно, кстати, тоже была в центре дизайнерского скандала, после того, как ее переделал модный бренд Баленсиаго. Конечно, дизайнерские разработки также направлены и на бесконтактное управление привычными вещами. Вот, например, британское бюро Тортер Кульве предложило простое устройство, с помощью которого можно не прикасаться к кнопкам управления светофора. Это не первый лайфхак от британского дизайнера. Данное устройство он сделал в своей мастерской во время самоизоляции при помощи шлифовальной машины, сварочного аппарата и нескольких листов мягкой стали толщиной 3 мм. Пуш позволяет нажать на кнопку коленом, локтем, бедром или тростью. Устройство разработано для кнопок светофора Великобритании, однако его можно легко адаптировать и для других общественных кнопок. Детальные чертежи конструкции доступны всем желающим и находятся в открытом доступе. Что? Доступны всем желающим и находятся в открытом доступе. И вообще свободны для статиста. И вообще всем свободны. И как хотите, так и используйте. Но тут нужно сказать, что в Великобритании, так же как и в России, очень бестолковые кнопки, потому что в других европейских странах в основном они и так предназначены для нажимания чем угодно. Хочешь сумкой, хочешь локтем, хочешь бедром, хочешь чем только захочешь. Наиболее пострадавшей индустрией от пандемии COVID-19, безусловно, является ресторан и кафе. Здесь дизайнеры тоже не отстают и предлагают различные решения для будущего устройства этих заведений. Вот, например, Кристоф Гернигон предложил специальные колпаки, под которые будут садиться посетители ресторанов и принимать пищу. Это затея, мне кажется, действительно интересной, поскольку в таком колпаке вы, помимо того, что будете защищены, еще и будете лучше ощущать запахи пищи. А вот ресторан «Медиаматик», который находится в Амстердаме, для обеспечения социальной дистанции решили использовать обычные теплицы и сажают туда людей. Ну, это тоже довольно забавная идея. Мне кажется, она еще хороша тем, что в Амстердаме, в общем, довольно ветрено, и посетители будут находиться на улице, но при этом защищены от каких-то ненужных порывов. И еще хочется добавить, что и официанты здесь тоже будут в определенной степени защищены, потому что пищу в этой теплице они будут заносить на полутораметровых досках. То есть, соответственно, тоже соблюдать эту самую социальную дистанцию. Ну и вообще многие изменения происходят в ресторанной индустрии. Вот, например, ресторан «Нома», знаменитый ресторан «Нома», который много раз занимал первое место в списке лучших ресторанов мира, открывает на этой неделе террасу, на которой будет готовить бургеры и угощать посетителей вином. При этом не нужно будет резервировать, вход будет для всех свободный. И это, пожалуй, одна из лучших возможностей посетить это заведение. Потому что обычно, в обычной жизни, в той жизни, нужно было резервировать за несколько месяцев. И то, скорее всего, вы бы не смогли это сделать, а смогли бы попасть только в лист ожидания. Более драматично складывается судьба другого известного ресторана, находящегося в Нью-Йорке. Это «Eleven Medicine Park». В свое время я там был. Это действительно такое очень пафосное заведение. Это, возможно, одно из самых дорогих заведений, в которых я побывал. И это заведение с самым длинным сетом. У нас было 27 перемен блюд. Так вот, это заведение, возможно, не откроется после окончания пандемии. И шеф Дэниэль Хам совершенно не уверен в том, что это стоит делать. Потому что на открытие этого заведения придется потратить еще несколько миллионов. Но самая большая проблема – это сбор команды. Потому что 30% его сотрудников были, можно сказать, иммигрантами. Работали по трудовой визе и вынуждены были вернуться после так называемого локдауна. Вернуться в свои страны. Это основная проблема. Но при этом Дэниэль Хам... Большой... Что? Куда вы посмотрели? Ну, там же будут картинки. Ну, не про 30% уже, что я буду мексиканцам показывать. Хорошо, с какого момента начать? Блин, коронавирус. Дэниэль Хам большой молодец. Потому что он решил помогать бездомным, пока ресторан вынужденно закрыт. И вместе со своей оставшейся командой готовит по 3000 порций еды для бездомных каждый день. В этом ему помогла американская компания, платежная система American Express, выделив субсидию в 250 тысяч долларов. Конечно, они большие молодцы. Но ресторан, скорее всего, мы больше не увидим. Но, судя по всему, в ресторанной индустрии легко не придется никому. В нашем распоряжении оказались нормативные документы, предписывающие новую рассадку португальским ресторанам. Судя по всему, им придется сократить количество посадочных мест в 2, а то и в 3 раза. И, безусловно, это повлияет на доходность, прибыльность этих заведений. И вполне возможно, что это повлияет и на ценник. Соответственно, в рестораны мы будем ходить реже, потому что они станут дороже. А вот в Италии уже появился пример редизайна ресторана. Известный Мишленовский Эль Ког, шеф Лоренцо Кога, Вичензи, был полностью переделан молодым талантом Матео Чибичем. Из классического ресторана в мягких серых оттенках с белыми льняными скатертями и тарелками заведение превратилось в абсолютно фантазийный лес. Лоренцо Кога в своей кухне вдохновляется своими путешествиями. Именно эти фантазийные путешествия Матео Чибич и постарался привнести в интерьер. В свою очередь, также вдохновившись трудами земляка-извеченца Антонио Пегафетте, хроникера кругосветного путешествия Магеллана, описывающего дальние уголки мира как таинственные места со странными животными и необычной растительностью. Важно отметить, что теперь на площади 200 квадратных метров расположено всего 9 столиков, в соответствии с новыми требованиями к социальной дистанции. Известный художник и культовая личность в мире граффити Бэнкси создал картину, посвященную медикам, ежедневно борющимся с последствиями пандемии COVID-19. Монохромное полотно изображает мальчика, играющего с куклой в форме медсестры в маске и плаще. Рука куклы вытянута вверх, как у летящего супергероя, а в мусорной корзине видны забытые фигурки Бэтмена и Человека-паука. Картина размером 40 на 40 дюймов была оставлена в больнице в Саутгэмптоне на южном побережье Англии. По ссылке прилагалась записка от автора. Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, моя картина сделает это место немного светлее, несмотря на то, что тут только черный и белый цвет. Полотно можно увидеть в фойе больницы возле отделения неотложной помощи. Конечно, Бэнкси уникальная личность и уникальный художник и творец. Мы были на его выставке в Лиссабоне. Если интересно, то посмотрите этот эпизод. А это, безусловно, прекрасный пример поддержки людей, которые каждый день борются за жизнь людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова